Подвиг советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками давал вдохновение поэтам и писателям. А с другой стороны, их творчество помогало солдатам и всем людям выносить тяготы этой страшной и тяжелой войны. В гимназии номер 3 прошел открытый урок, посвященный творчеству дагестанских поэтов-фронтовиков. Высоким патриотизмом пронизаны стихи народных поэтов. Хромой калека, аулчанин мой, споткнулся на проселочной дороге, к нему спешу, готов отдать я ноги. Мне кажется, сам я уже нахромой, безмолвно знаками кричит его рука, нему мучить, решенный дар речи, и с моего сорвавшихся языка слова его спешать ему навстречу. Шоферы резко жмут на тормозах, слепе стучит в асфальт своею клюкву, и я готов отдать свои глаза, чтоб не была судьба его слепою. На фронт уходили представители самых мирных профессий – учителя, художники, деятели литературы. Тысячи и тысячи из них с оружием защищали родину. В минуты перед боем сменяли свое оружие штык на перо. В промежутке между боями в сырых и холодных окопах ввели торопливые записи. Боль, страдания, нежная любовь к родине, к своему маленькому Дагестану звучали в стихах Сулеймана Стальского, Абуталипа Гафурова, Эфинди Капиева, Абуталипа Митарова и многих других. Ученики пятого класса, читая стихи, пытались передать всю чувственность автора. Узоры зимой отцвели на окне, Раскройте же окна навстречу весне. Остелив суровые годы войны, Домой возвращаются наши сыны. Они нам расскажут, как зной и снега, Свой долг выполняй, громили врага. Слова благодарности, словно цветы, Пусть их осыпаются, как мая сады. Эта война навсегда вошла в историю человечества, как небывалый героический подвиг всего многонационального советского народа, освободившего Европу от фашистского рабства. Большой вклад в победу над врагом внес и Дагестан. В годы Великой Отечественной войны направил он в ряды советской армии более 143 тысяч своих лучших сынов и дочерей. Дагестанцы храбро и самоотверженно сражались на всех участках фронта. Главная цель мероприятия, как было отмечено педагогами гимназии, патриотическое воспитание детей.